Атамана Анапского районного казачьего общества Валерия Плотникова в зале знают все. Депутаты поддержали кандидатуру нового заместителя без особых вопросов. Есть поручение губернатора всех атаманов сделать заместителями глав муниципальных образований. Он будет курировать те же вопросы, которые курирует атаман кубанского казачьего войска. То есть это вопросы казачества, спорта и военно-учетного стола. Правовое управление возглавил Евгений Павловец, заслуженный юрист Кубани. Практикует более 18 лет. Депутаты отметили, что он готов к совместной работе при подготовке нормативных документов. Это очень квалифицированный специалист, подготовленный. Мы с ним проводили свои исследования. В общем-то, очень хорошее впечатление. Я считаю, что это будет достойная кандидатура, достойный начальник действительно такого очень важного управления. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации возглавила Людмила Шапетина. Она работала журналистом в Алтайском крае и Сочи. Участвовала в подготовке зимней Олимпиады, за что была награждена памятной медалью и грамотой президента Российской Федерации. Депутаты пожелали ей успехов и интересных проектов. Еще одну вакантную должность главы Витязевского сельского округа занял уроженец села Валерий Герасименко. За его плечами высшее военное образование, служба по контракту, звание подполковник запаса. Депутаты отмечают, что должность непростая, но в родном селе у него есть поддержка. Также депутаты поддержали общественную инициативу по установке мемориальной доски народному артисту Иосифу Кобзону. Предполагаемое место размещения – здание летней эстрады. Мы все знаем, что решением Совета депутатов уже Иосифу Давыдовичу было присвоено звание почетный гражданин города-курорта Анапа. Его связывала крепкая многолетняя дружба как с городом-курортом Анапа, так и с Краснодарским краем в целом. Поэтому я прошу вас поддержать эту инициативу, для того, чтобы мы смогли уже в правовой основе дать поручения профильным органам администрации разработать эту мемориальную доску, согласовать и дальше работать в этом направлении. В муниципалитет обратились представители общественности. Эскиз изготовления и установка полностью на их средства. Нужно было согласие, которое сегодня получено. Также депутаты обсудили ряд вопросов, которые помогут ускорить процесс работ по социальным объектам, школам и детским садам. Глава курорта Юрий Поляков ставит эту задачу в приоритете. Он поблагодарил депутатов за плодотворную работу. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.